Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалам алейхам! После того, как вышел наш библейский урок на термин геула, что значит искупление, появилась необходимость разобраться с терминологией искупления в целом. Как вы знаете, в русском языке есть несколько слов, которые близки к слову искупление этимологически. Например, выкуп или плата. Кстати, это касается не только русского языка, во многих других языках это точно так же, но в еврейском языке между словами, которые так переводятся, есть разница, в том числе в их произношении, в их этимологии. Отсюда возникла необходимость разобраться, поскольку взаимосвязь, взаимосвязь, которая есть в русском языке и в других языках, делает эти термины слишком близко друг к другу связаны. Безусловно, связь существует, и об этом мы тоже сегодня будем говорить, но вместе с тем есть и разница. И вот первый термин, о котором мы сегодня хотели поговорить, это термин «копора». Если вы изучаете внимательно священное писание, то вы наверняка знаете, что когда Господь дал Моисею заповедь, как должен быть устроен ковчег завета, он ему сказал, что у ковчега должна быть крышка, на которой будут находиться два херувима. И эта крышка очень важна по той причине, что Бог говорит, что оттуда он будет говорить с Моисеем. Так вот, эта крышка на еврейском языке называется «копора», то есть это производная от этого слова «копора». Отсюда мы начинаем понимать значение этого слова как покрытие. Очень важно, о чем я сказал, что это покрытие было местом, откуда Бог разговаривал с Моисеем, то есть «копора» давало возможность Богу общаться с Машеробейну. И если мы говорим применительно к нам, то с людьми. Еще это слово встречается нам, когда мы говорим о празднике, который в русский язык называется «почему-то судный день». На самом деле правильное его название «йом-ки-пур», что значит «день покрытия», потому что в слове «копора» значения «суда» нет вообще ни при каком рассмотрении. Так вот, «йом-ки-пур» – это праздник, я не буду о нем говорить сейчас подробно, у нас будет этому посвящен отдельный библейский урок, день, в который покрываются грехи людей. Так вот, несмотря на то, что слово «копора» тоже может переводиться как искупление, принципиальное значение его заключается в том, что оно покрывает грех, но не решает проблему. Представьте себе, что вот это грех. На самом деле это игрушечный хот-дог, но, допустим, мы представим себе, что это грех. Так вот, «копора» прячет грех. Мы знаем, что он здесь есть, мы знаем, что он опасен, но он спрятан. И эта спрятанность позволяет, как мы с вами говорим из случая с Моисеем, Богу общаться с людьми. Но сама проблема не решается. И отсюда возникает вопрос, а что же нужно для того, чтобы решить проблему? И вот здесь мы переходим ко второму термину, который называется «бдут», что в принципе тоже может переводиться как искупление, и мы находим подобные переводы на страницах Священного Писания. Но если смотреть на глубину значения этого слова, то мы говорим о том, что более, может быть, точно переводить это слово как к платам. Например, когда Шауль пишет, что возмездие за грех смерти, в Римлянам 6 глава 23 стих, в греческом языке стоит слово «апсония». По сути, хотя оно в русский переведено как «возмездие», оно содержит такие значения, как оплата или платеж, как плата за работу. То есть, этимологический перевод его гораздо более широк. На мой взгляд, Шауль, апостол Павел, здесь пытается именно передать вот эту мысль, что за грех плата – это всегда смерть. Но вот возникает вопрос, чья смерть? Мы с вами знаем со страниц Священного Писания, что начиная уже с того момента, когда грех пришел в этот мир, для того, чтобы человек сразу не умер, Господь начал воплощение своего плана и была принесена в жертву первое животное. Мы с вами уже говорили об этом. «Однако смерть животного не делала искупление постоянным». Мы с вами знаем, что Адам в конечном счете умер. А что же нужно для того, чтобы жертва имела постоянный эффект? Для того, чтобы это понять, мы должны разобраться с некоторыми жертвами на страницах Священного Писания. Если мы с вами посмотрим на законы жертвы, описанные в Тории, то мы увидим, что практически почти все жертвы носят цикличный характер. Они повторяются изо дня в день, из недели в неделю, из года в год. Жертвы праздников, жертвы Йом-Кипур, жертвы ежедневные и так дальше, жертвы за грех, они все все время повторяются. Другими словами, эти все жертвы имели временный характер, они не давали возможность существовать всегда. То есть, они не решали проблему. Какова же должна быть жертва, которая может решить проблему? Я не зря сказал, что почти все жертвы. В описании жертв, есть одна жертва, которая стоит особняком. Я сейчас говорю о пасхальной жертве. Несмотря на то, что ее нужно было приносить ежегодно, но ежегодный ритуал, это скорее было напоминанием тому, что произошло в Египте, когда народ израильский вышел из Египта. Пасхальный агнец, который был взят в дом, это непорочное животное, которое некоторое время должно было жить в семье с детьми. Дальше. Его кровь была предназначена не для жертвенника, а для косяков дверей, для того, чтобы ангел-губитель мог пройти мимо. Эта жертва съедалась людьми, за которых она была принесена. То есть, эта жертва носила личный характер. Что благодаря этой единоразовой жертве народ израильский смог выйти из Египта. И это действие было одноразовым, то есть, раз и навсегда. Почему это так важно? Если вы смотрели мой урок по искуплению Геуле, то вы знаете, что очень часто иудаизм называют выход из Египта искуплением первым. Почему? Потому что это было действие одноразовое, которое было совершено раз и навсегда. Еврейский народ встал и ушел из Египта. Есть еще искупление последнее, то, что называется Геуля-Сафид. Еще раз подробно об этом вы можете посмотреть урок. Я только скажу, что искупление последнее это установление Царства Божия на земле. И для того, чтобы это Царство было установлено, нужна особенная жертва, царство Божия на земле, могла бы решить проблему греха. И о чем я говорю? Безусловно, о жертве Машеха. Не случайно апостол Шауль называет Машеха пасхальным ангнцем. И принесен он был в тот день в жертву, когда, то есть, умер на кресте в тот день, когда заклалась пасхальная жертва. Смотрите, это единоразовое действие, которое было направлено на установление Царства Божьего на земле. Да, подобно, как и выход из Египта, это не произошло мгновенно и не могло произойти мгновенно. Сначала Машех умер на кресте, потом благая весть стала звучать по всему лицу земли. И придет день, когда Машех в этот мир вернется для того, чтобы царствовать в нем. Более подробно я об этом говорить не буду. Но, смотрите, я хочу, чтобы мы поняли принципиальную разницу. Копора это то, благодаря чему грех скрыт. Бдуд это плата, которая позволяет этот грех убрать. Геула это результат. Этих действий, благодаря которым устанавливается Царствие Божие на земле. И поэтому, несмотря на то, что в русском языке, в других языках эти термины имеют очень близкий этимологический смысл, мы должны понимать, что это разные действия, которые, будучи связаны с собой, не являются окончательными, пока не исполнится все. именно поэтому на любом этапе для каждого конкретного человека, сейчас мы говорим о личном искуплении, это действие может иметь обратный эффект, то есть он может возвратиться к прошлому. Вот такие размышления после урока о Геулле. И я очень надеюсь, что я помог вам разобраться в этих вопросах. Да благословит вас всех Господь! Шалам алейхем! Шалам алейхем!